МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, Ась, приветствую. Очень приятно открывать первый выпуск вашей программы. Приятно сегодня тебя видеть, и очень знаменательно, что первым гостем являешься именно ты. Можно сказать, у нас сегодня своего рода дебют. Да, да, и для меня тоже, да, у вас, да, очень приятно. Борис, ты в Чечне не впервые, ты здесь нередко бываешь, и, можно сказать, уже являешься жителем нашей республики. Наверное, уже есть излюбленные места? Да. В этот раз появилось новое излюбленное место. Это Шаройский район. Труднодоступный, горный. Ну, там такая уже... Это не земля уже. Это где-то между землей и небом. Там так находишься. Я... Мы там снимали, и я себе сказал, что я точно туда вернусь. С семьей, с сыном. Сына еще нет. Но почему-то мне тогда хочется с сыном приехать. Там как-то вот сам воздух воспитывает мужчину, мне кажется, характер. Красота невероятная. Шаройский район. Это река. Ну, что я вам говорю, вы знаете эти пейзажи. Мне стыдно признаться, но я там еще не была в горах. В Шаройских горах не была. Ну, да, это очень труднодоступные места туда. Не просто добраться. Долго. Сложная дорога. Но это того стоит. И там ты как... Остаешься один на один с небом. С небом. Там, я говорю, там уже не земля. Вот эти пейзажи горные. Ох, какая красота невероятная. И так дух захватывает, что это часть нашей страны. Ну, вот и такая есть Россия. Такая красивая. Невероятно красивая Чеченская республика. Невероятно красивая. Жемчужина настоящая. Ну, а по городу вы как ориентируетесь? По Грозному? Да. Конечно, конечно. Уже ориентируюсь. В этот раз первый свой приезд. Я по проспекту Путина много раз проезжал на машине. На велосипеде. В этот раз я весь его прошел пешком туда и обратно много раз. Когда он был перекрытым, мы снимали. Грозный. Это удивительное такое, да, несовпадение названия и атмосферы. Грозный? Да. От крепости. Надо же было так, чтобы так получилось. Да, да, да. Что город Грозный настолько дружелюбный, настолько великодушный, настолько гостеприимный, настолько теплый. Совсем не Грозный. Совсем не Грозный. Но в этом что-то есть. То, что он так называется, а атмосфера такой доброты и такого радушия. Грозный защитник этого мира. Так действительно сегодня и есть в России. От Грозного сегодня зависит очень много во всей стране. Во всей России. А значит, и во всем мире. Потому что от того, что происходит в России, зависит ситуация во всем мире. И многое решается сегодня здесь, в Грозном. Борис, я помню, в прошлый раз, когда мы собрались встретиться, мне сказали вас не трогать, потому что всю ваша группа имеется в виду вас. Но ты собирался в церковь. Как-то поход удался. Да. Ну, конечно, это было воскресенье. Кроме того, православный праздник был. Совпало начинался Успенский пост. Такой недлинный. Он две недели всего лишь идет. Но это строгий пост. Такой же, как Великий пост. И, ну, и потом, проект у нас очень тяжелый здесь. Уже к тому моменту ушла третья неделя ежедневных съемок. И, ну, вы сами знаете, как тяжело без такой духовной подпитки. Мне очень было нужно попасть в церковь в воскресенье, на праздник. И мне особенно хотелось здесь побывать в церкви. В Грозном. Церковь очень старая, построена еще в 19 веке терскими казаками. С невероятной историей. С невероятно новейшей историей. В 20 веке эта церковь столько всего пережила. В 90-е годы. Она была практически вся разрушена. И там практически никого не осталось. Ну, служили батюшки, подвижники настоящие. Многие из них были убиты. Похищены даже. Такая грустная страница была. Но они служили, тем не менее. Вот, исполняли свой долг. Служили Богу. И спасали многих людей. Единицы, которые вот остались, христиан, которые здесь в те страшные дни, оставались в Грозном. Я знал, знаю биографию даже этих батюшек, которые здесь служили. А потом я видел, как эта церковь расцвела при Рамзанах Матчи. Я знаю, что даже он дал указание расписать ее. Когда церковь восстановили, он пришел и говорит, почему нет росписи. Церковь должна быть расписана. И он ее расписал. У них там невероятно красивые росписи. И вот мне так хотелось побывать в этом таком святом месте, столько пережившем, который видел столько горя. И благодаря Рамзану Ахмадовичу и молитвам людей снова расцвело вот так вот сегодня в Грозном. Да, поэтому мне очень хотелось там побывать и там помолиться вместе с грозницами православными. Мне очень хотелось там побывать, помолиться в воскресенье, да. И порадоваться, потому что так рядом вот так выходишь, вот этот храм старый, из него выходишь. И вот этот новый Грозный, Грозный сити, сердце Чечни, мечеть. Уже успели там побывать? Конечно, конечно. Одна из самых крупных мечетей во всей Европе. Да, 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 да. Я про сердце Чечни это знаю, да. Одни из самых высоких миноретов в Европе, чуть ли не в мире, 63 метра. Удивительной красоты лампы там висят, которые повторяют святыни ислама, разные по форме своей, да, я не ошибаюсь, разные по всему миру. Но кроме того, она невероятной вместительности чуть ли не больше, чем московская кафедральная мечеть. Уникальная архитектура. Соборная, да. Уникальная. Борис, уже давно не секрет, с какой миссией здесь находится ваша съемочная группа. Да. Что за проект под названием «Команда»? Везде там есть какие-то там афиши, все об этом уже знают, но никто не может понять, что это за проект, что происходит. 17 человек со всей архитектуры прилетели сюда, в Чечню. Прошли первоначально большой очень отбор, чтобы попробовать себя на посту помощника главы республики. Они отозвались на его же предложение. Первоначальных откликов было тысячи и десятки. Десятки тысяч. Отобрать из этого какое-то количество людей было крайне сложно. Работала огромная команда и в Чеченской республике, и в Москве. В результате сюда прилетели лучшие из лучших со всей России. Те, кто действительно достоин. И в десятки тысяч смогли отобрать 17 человек. 17 человек. Они прилетели. И дальше они здесь уже выполняют задания Рамзана Кадырова. Как проходила работа? Как проходили съемки, встречи, конкурсы? Рамзан Кадыров как-то сказал, что кто-то думает здесь, что это игра, а это не игра. Это действительно была не игра. Это было все очень серьезно, это была настоящая жизнь. Это был проект, в котором было бессмысленно писать сценарий. В сценарии писала сама жизнь Рамзан Кадыров. А его очень сложно просчитать наперед. Для него сценарий не напишешь. Для него сценарий не напишешь. Совершенно верно. Все происходит экспромтом. Да. Но от этого тут было очень невероятное удовольствие, потому что это очень талантливый экспромт. Он лучше становится, он лучше понимает, знает. Он поразительно разбирается в людях. Невероятный знаток человека. Он несколько раз меня просто поражал, наповал, сбивал тем, как он видит человека насквозь. Я бы про этого человека в жизни не подумал и не додумался до того, что он увидел в нем. Поэтому как проходили съемки в атмосфере экспромта? Сама жизнь все подсказывала, куда нам двигаться. Жизнь Рамзан Кадыров. Наша задача была только выполнять его задания, но я был больше как журналист. Смотрел, что делают ребята и пытался понять, что ими движет, пытался их мотивацию понять. А что полезного для себя подчеркнули из этой встречи, общения, из этого огромного проекта? Мой главный урок от общения с Рамзаном Кадыровым – это урок искренности. Я, пожалуй, впервые встречаю человека, в котором одновременно сосредоточилось столько власти, столько силы, столько искренности и нет ни простоты, но какой-то доступности человеческой. Это правда очень редкое сочетание, когда человек, с одной стороны, находится на такой высоте, глава республики, с другой стороны, он так близко к людям и к каждому человеку, с которым он сейчас общается. Он невероятно искренний. Он очень искренний и настоящий во всем. И с ним бессмысленно быть неискренним и не настоящим. Он тебя моментально расколет. Я много раз в этом убеждался за эти недели здесь. Он моментально чувствует любую фальшь, любую неправду или любое лукавство в человеке. Быстро как орех тебя раскалывает. А не было казусов? Что вы имеете в виду? Ну, вы говорите, быстро сломает, поймет. Не было такой вот фальши во время записи, которую и удалось раскусить. Он ловил очень часто людей на неправде, на каком-то лукавстве, неискренстве. Если он на этом ловит, он начинает, он дожимает, докручивает всегда. Ну вот, что ты говоришь, не пьешь. А когда ты пил после? Да ладно, не пьешь. Он скажет, прям совсем не пьешь. И человек раскрывается. Это может человек очень... Выбивает его из колеи, но человек в этом открывается. В течение всего проекта участники проходили через самые разные испытания, будучи внутри команд. В последней серии, когда людей уже осталось совсем немного, Рамзан Кадыров стал давать им индивидуальные испытания к каждому. И вот тут люди стали раскрываться совершенно по-новому. Потому что здесь и для меня открылся совсем с другой стороны Рамзан Ахматович, как очень тонкий психолог. Когда он начинал общаться напрямую с людьми, лично давать им задания и пытаться их раскрывать, я был потрясен тем, какими вопросами он раздавал. Например, в одном из участников он увидел в нем какую-то такую насупленность, может быть, скрытость. Рамзан ведь очень открытый сам человек. Это была его противоположность. И я увидел, как Рамзан Ахматович стал его как будто бы провоцировать. Он очень тепло со всеми общался, очень как радушный, гостеприимный хозяин. И вдруг со одним человеком я удивился совершенно другим. Строго, жестко, немножко провокативные вопросы ему задавал. И я только потом понял, что он делает. Он его раскрывает таким образом. Он сразу понял, что его обычным, открытым общением не раскрыть. Он так и останется, насупленным и закрытым. И его надо немножко раздразнить, разозлить. У него блестяще это получилось. Я его спросил на следующий день, это один из ваших приемов, как вы раскрываете людей. Я первый раз увидел вас таким. И он сказал, я не знаю, это все интуитивно идет. Я рассказал историю про одного своего товарища, который знал его много-много-много лет. И спустя много лет их дружбы сказал, я ей нескольких процентов от того, какой ты не знаю на самом деле. Но, видимо, я очень много провел сейчас времени с Рамзаном Ахматовичем. Очень много рассказывал про отца. Это воспитание в доме Ахмат-Каджи. Это жизнь. Трагедия, которую пережил весь чеченский народ. И в эпицентре которой оказался Рамзан Кадыров, в эпицентре этой трагедии, они сформировали какого-то уникального человека. Правда. Мне кажется, такие, как Рамзан Кадыров, они рождаются один раз в столетие. Человек с таким, не просто талантом, талантом это то, что дано от Всевышнего, но с таким уровнем развития всего того, что ему дано. Мне кажется, все, за что он берется, сразу становится идеальным совершенно. Это воспитание, это то, что было вложено в него Ахмат-Каджи. Я это понимаю из всех этих историй, которые сам Рамзан про Ахмат-Каджи рассказывал. Про маленькие-маленькие мелочи. Последнее меня потрясало, что он рассказал про отца, то, что отец после очередного вот такого урока произнес ему фразу. Я же все сделал для того, чтобы ты был лучше. Рамзан рассказывал, что в какой-то момент он стал играть в бильярд лучше, чем Ахмат-Каджи. Они играли вместе с папой. И он смотрит, что он выигрывает у папы. И Рамзан, он был совсем-совсем молодым человеком. Этот выигрыш ему дал, ну, то, что он закатывал шары, это ему дало какой-то такой, ну, кураж, что ли, да. И он стал говорить какие-то слова. Ой, я выигрываю, я что-то еще такое. Я не знаю, что именно он говорил, но он говорил что-то, что отец ему сказал, ты там что-то много-то слишком говоришь. Он говорит, я на всю жизнь это запомнил. У меня как эту фразу, я замолчал моментально. Понял, что я сделал. И говорит, и после этого я не подходил даже к бильярду. Я даже не смотрел на бильярд. Делал все, чтобы, а я любил, говорит, бильярд, но я делал все, чтобы не подходить к нему. И даже отец, когда меня звал, там, пойдем поиграем. Нет, нет, он находил повод, чтобы отказаться. И в какой-то момент сам Ахмад Хаджи сказал ему, он понял, почему Рамзан отказывается. И он сказал, ну ладно, я же жизнь положил на то, чтобы ты был лучше. Я же сам этого очень хотел. Меня так потрясла эта история, но она меня и потрясла, и многое объяснила. Объяснила, почему все, за что берется Рамзан, он становится, достигает невероятных высот. Ну, я не знаю, вот на ринг он выходит, побеждает. Город строит, выстраивает. Потому что это было вложено великим отцом, правда. Это великое воспитание. При всех тех талантах и дарах, которые есть у... Уникальной вот этой проницательности, которые есть у Рамзана от Всевышнего, это же нужно было все взрастить, воспитать, чтобы он... Сколько людей рождаются с талантами, а это все забывается. А Рамзан, у Рамзана Ахмадьевича это настолько развито. И все эти качества, они в этом проекте как раз его проявлялись, проявлялись, проявлялись вообще не с участниками, с тем, как он давал задания и так далее. Борис, со всеми участниками, я думаю, ты тоже проходил эти задания, участвовал в них, преодолевал какие-то дистанции. На себе как удалось это ощутить и себя заодно проверить? Меня в этом проекте потрясло, что все задания, которые давал Рамзан Акадыров кандидатам, это не были задания только на профессионализм. Это были задания на человеческие качества. Обязательно и на человеческие качества, и на профессионализм. Простой пример. Было такое задание, не самое сложное, не связанное напрямую с руководством республики, но, тем не менее, которое должно было проявить и характер, и способность концентрироваться, ориентироваться и управлять людьми. Нужно было подняться в гору, прийти на определенные координаты. В одной из команд человек был травмирован. У него был то ли сильный ушиб, то ли даже перелом ноги на предыдущем задании. И Рамзан очень внимательно смотрел на то, как поведет себя эта команда с этим человеком, который тоже хотел оказаться на вершине и встретиться там с главой республики. Да, эта команда пришла первой в результате, но они оставили своего травмированного человека. И этим подвели себя. И этим подвели себя. И на это Рамзан обратил внимание значительно больше, потому что в этом проявились их качества человеческие, даже профессиональные в каком-то смысле больше, чем в том, что они достигли первой вершины. И так любое задание, какое бы, не хочу рассказать всех тайн проекта, но вот любое задание обязательно было связано и с человеческими, и с профессиональными качествами. Борис, мы больше не будем рассказывать о проекте. Пусть это все остается интригой, пусть также с нетерпением ждут выхода проекта, выхода передачи в эфир. А когда ждать? Какие примерные сроки можно будет уже... Уже совсем скоро проект стартует во второй половине сентября. И будет идти в такое время, когда у экранов действительно сможет собраться вся страна. Я очень надеюсь, что вся страна осмотрит и на Чечню совершенно по-новому, увидит такую Чечню, которую прежде страна не знала. Мы сами для себя здесь вместе с ребятами со всей России эту Чечню открыли. И увидит вашего лидера, Рамзана Ахмадьевича, совершенно по-новому. Не только как человека, безусловно, бесстрашного, как великого созидателя, как мудрого политика, как смелого воина. Но и как невероятно теплого, очень доброго человека. В общении с ребятами он открывался, как папа, как отец, как верный сын, как очень чоплый человек, друг. Все ребята в него влюбились по-настоящему. Все участники в него влюбились. И купались в этой мебуродушии, в этой теплоте человеческой. И в этой искренности. Мы все получили здесь урок этой искренности. И настоящести. Вот я очень хочу, чтобы все зрители со всей страны увидели руководителя вашей республики именно таким. Спасибо, Борис. Но я не могу не затронуть еще тему семьи, личные вопросы. Потому что, когда я заранее объявила, кто у меня будет следующим гостем в программе, меня всех интересовала ваша личная жизнь. Какое быть человекное общение. Я так рад про это говорить здесь, в Течне, которая показывает такой демографический пример всей России. У меня есть мечта. Быть папой. Но это мечта. Я не женат еще. Пока не сложилось. Хотя уже очень давно, я очень хочу. Но вот почему-то Господь пока не дает семье. Видимо, почему-то мне нужно еще для чего-то потерпеть и дождаться этого. Я очень хочу семьи. Мне это очень необходимо. Одному тяжелую типа жизнь. Тем более с такой работой. Тяжелой, непростой, где ты сам себе не принадлежишь. Где ты, собственно, сам не живешь, а смотришь, как живут другие люди. И все время в жизни других. Такая моя работа. Журналистская. Мне вот так не хватает. Именно вот этих самых простых человеческих радостей. Вот этого очень хочется. Но пока не сложилось. Дай Бог, скоро все сложится. Спасибо. Очень хочу, чтобы так и было. Борис, к вам популярность пришла довольно рано. В 12 лет вы уже были ведущим детской телепередачи «Новости», «Башня». И вот с этой популярностью, как менялась жизнь? Не был ли ты зазнавайкой? Как сложно ли было ребенку справиться с этой внезапно обрушившейся на него популярностью? Для ребенка чаще всего это чудовищная история, ненужная. Да был я зазнавайкой, конечно. Был. Мне нравилось это все. А рядом не было, видимо, может быть, людей, которые бы объяснили, что так нельзя. Поэтому, когда пришла первая, вот эта слава, детская узнаваемость такая, да, это все было не полезно для характера моего. Но просто потом это ушло, слава богу, потом началась уже серьезная работа, которую и воспитывала. И было уже понятно, что без труда не вытащишь рыбки из пруда, как говорится в русской пословице, что все с трудом достается. Потом стало понятно, что слава сама по себе, ну, вот эта вот такая вот, которая приходит в связи с тем, что ты работаешь на телевидении, она... Кто-то это сказал, не помню, что слава – товар невыгодный, стоит дорого, а хранится недолго. И, в общем, она тебе по-человечески ничего не дает, эта слава, именно по-человечески. Это испытание характера, которое тебя может только испортить. Я не видел ни одного человека, которого бы слава делала лучше. Слава – это что-то, чего надо не замечать всегда. И чем ее больше, тем, наверное, это сложнее. Ну, к тебе, Слава, еще пришла с сериалом «Кодетство». Не думал, ты, по-моему, сегодня уже не снимаешься. Бывают ли предложения? Не думал вернуться к актерской деятельности? Да, «Кодетство» – это была такая радостная страница жизни. Жизнь такая, вдруг мне было 24 года, и вдруг жизнь – это была игра, да? То есть можно было поиграться, сыграть 15-летнего парнишку. Да, и тогда пришла тоже такая с «Кодетством» узнаваемость. Но я сейчас понимаю, что там все было в другом, на самом деле, дело. Я этой узнаваемости уже не замечал толком. Там, это был период в моей жизни, когда я как-то так внутренне, совершенно по-новому пришел к Богу. Поверил в Богу. Я всегда верил с детства. А здесь пришел в Богу, в церковь. И знаете, я потом уже знал, что, оказывается, Господь так очень часто делает. Он тех, кого к себе приводит, Он на какой-то момент их вырывает из той среды, из того окружения, в котором эти люди жили раньше. Для чего? Для того, чтобы человек, может быть, порвался какими-то прежними связями, привычками, чтобы он мог больше сосредоточиться на этом новом знакомстве, на знакомстве с Богом. Такое у меня произошло. Это было кадетство. Кадетство, на самом деле, это было, только я сейчас понимаю, это меня просто вырвало из моей прежней жизни, в которой я жил. Я уехал в другой город, на полтора года снимался. И там, с одной стороны, происходила эта работа, но, с другой стороны, для меня происходила совершенно значительно более важная внутренняя работа. Я Бога Всевышнего узнавал там, в этой работе. Это была такая невиданная, такая сокровенная часть жизни, которая там со мной происходила. И это было для меня значительно важнее, чем все то внешнее, что стало происходить со мной тогда, в том числе и та узнаваемость, слава, внимание, которые пришли с этим сериалом. Потом, ты знаешь, очень быстро стало понятно, что и те люди, что тебя хвалят чаще всего, не всегда, но чаще всего, и те люди, что тебя порицают, они... Это одна толпа. Они все равно знают, какой ты на самом деле. И самый большой соблазн в узнаваемости, в славе, в известности – это поверить тому, что о тебе говорят. Действительно, начать прислушиваться к тому, что о тебе люди, которые тебя не знают, говорят. И ты тогда теряешь самого себя. Ты идешь не по своему пути. Абсолютно. По лживому пути. Поэтому так опасно, когда слава к тебе приходит к совсем юном возрасте, когда ты еще не созрел, когда ты еще совсем себя не знаешь. Ты можешь так увести по кривой дорожке? Вообще, ты начинаешь действительно верить всему, что про тебя говорят, что ты такой... Ой, Ваня, что там может произойти с человеком. А в учебе это не мешало? Нет. Когда я учился в школе... А не делали поблажки учителя, такому популярному ученику? Да нет, как обычно. Кто-то делал, а кто-то, наоборот, осаживался время за это, за какие-то успехи на экране. Я думаю, ты им скажешь за это спасибо. Ты знаешь, сейчас да. Сейчас да. А потом, когда я учился на журфаке, потом этого не было, и журфак, там вообще, там же главная все-таки практика. Вот поэтому, наоборот, в учебе помогала работа репортером, когда я начал репортером работать на телевидении. Ты же сменил актерскую специальность на журналист. Ты знаешь, я толком актером не был никогда. Я немножко играл в театре в детстве, когда мама... Потому что мама работала в МХАТе, и меня занимали в детских ролях. Потом я поступил на журфак и в школу-студию МХАТ. В школе-студии МХАТ, то ли подойди на мысль, то ли сейчас, понимаю, по промыслу Божию, учиться не стал. Потому что, ну, как-то журфак МГУ, мне казалось, вот там, невозможно было совмещать, а хотелось все-таки получать какую-то профессию, не знаю, которая мне казалась более взрослой и мне подходящей, журналистскую профессию. Отучился на журфаке МГУ, начал работать репортером. А потом захотелось вспомнить, как когда-то играл. Немножко, может быть, устал от репортерской профессии, не знаю, что это было. И вот тогда случилось кадетство. Ну, я тебе уже говорил, что это, мне кажется, было водительство Божие. Вот таким вот интересным опытом меня Господь к себе просто вел, чтобы я его лучше узнал. Потом я вернулся все равно, я отработал в кадетстве, там были еще какие-то такие наработанные, а потом все равно вернулся в журналистскую профессию, окончательно поняв, что это мое, что мне это очень нравится, что... Не знаю, что это мое. Вот я себя сейчас даже дискомфортно немножко чувствую. Мне больше нравится, честно скажу, брать интервью, чем давать его. Ну, не знаю, почему. Но я сделаю такой комплимент, тебе это идет. Спасибо тебе большое. Мне приятно, тем более, что мне это новая... Не роль, но это новая работа в ведущем ток-шоу «Прямой эфир». Я до сих пор учусь очень многим вещам. И мне вот твои слова – это такая поддержка. В этом главная ненаигранность располагает, когда все искренне, по-человечески, без актерского искусства. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно с тобой согласен. И это, возвращаясь к началу нашего разговора, это то, чему я тоже здесь поучился. Искренности у Рамзана Ахмадовича. Во всем, в любой ситуации, простота, искренность и прямота, и честность. Всегда. А тем более, ток-шоу, знаешь, такой жанр, там ты как на блюдце. Вот себя видно всего сразу насквозь, не знаю за счет чего. Энергия студии, софиты, камеры, люди, которые вокруг. И ты стоишь в центре, ты как на рентген, тебя просвечивают. Невозможно. Если малейшая фальшь, сразу видно. Малейшая фальшь сразу видна. Я иногда, когда смотрю и вижу, что я чуть-чуть где-то мимо нот, ну вот в смысле душевном. Меня прям немножко самого это корежит. Борис, я как-то в твоем интервью читала, что в твоей жизни случился переломный момент, когда ты узнал о болезни, о своем недуге. И там прозвучали такие слова, где ты говоришь, что об этом не нужно не говорить, то есть скрывать это не стоит. Возможно, кому-то это принесет пользу. Какой-то урок из этого извлечь. Что за недуг? Удалось ли тебе с ним справиться? Какой урок? Ты знаешь, сразу скажу, что когда я узнал о болезни, это не было переломным моментом. Переломным момент в моей жизни был, пожалуй, самое главное, это один, когда я узнал Бога. А уже все остальное, что бы в жизни не происходило после этого, оно как перелом не воспринималось. Оно воспринималось как что-то, что в очередной раз от Бога мне пришло, что надо пройти для моей же пользы. Благодарить. Тем более болезни. Поэтому, когда я узнал о болезни, это опухоль в голове, не головного мозга, и, по счастью, не злокачественная. Но это опухоль, которая повлияла на мое самочувствие. Это не было переломом. Первая была мысль тогда, ну вот, спасибо, Господи, это меня сейчас немножко отрезвит, остановит, может быть, приблизит к тому, к чему мы и так всегда должны быть очень близко, к мысли о смерти, о нашем конце. Я же очень засуеченно живу в такой работе, ну, и про это надо много думать, а я думаю либо мало, либо совсем не думаю. Я подумал, наконец-то я буду про это думать много. И дальше вот с этой мыслью я стал лечиться, обследование, операция без ощутимых результатов и продолжение лечения, которое продолжается и сейчас. Ты знаешь, я себя все время ловлю на мысли, что мне болезнь эта дала больше, чем забрала. Она что-то по-человечески во мне изменила. Не хочу говорить общих слов, хочу сказать конкретно что. Наверное, ты будешь удивлена, это то, о чем я думал, когда я лежал в больнице, о цене слова. Казалось бы, ну, слово, мы их столько слов говорим. Но почему-то в больнице я понял, что словом можно убить человека. Убить, растоптать, закатать словом. Знаешь, о чем я думал больше всего в больнице, о чем я жалел больше всего? О тех словах, которых я сказал людям, обидных слов, которые их ранили. И которых я уже не могу вернуть. Я их уже сказал. У нас в жизни каждый день предлагают ситуации, когда ты можешь свое слово использовать в самых разных обстоятельствах. Можно раздражиться, ответить, как человек, отстаивать собственную честь. Знаешь, там вот, когда начинаются какие-то споры, конфликты. А все это казалось настолько бесконечно мелким по сравнению с жизнью и смертью. И я совершенно стал по-другому себя вести в конфликтных, жестких, разных ситуациях. Не знаю, почему это само вдруг органично стало, когда я понял, что ты можешь натворить просто своими словами. И ты этого потом не вернешь. Вот ты уйдешь туда, и там перед Всевышним ты ответишь за каждое слово. За каждое слово, за каждую мысль, за каждое слово. Вот я это очень... Я это так, как понимал. Понимаешь, ну, это вот все-таки... Но ощутил я это именно в болезни. Так острое. Второе понимание, которое пришло в болезни, это понимание, насколько мы слабы на самом деле. Что вот здоровье, которое у нас есть, крепость, бодрость, энергия. Господь, это Господь вот так держит нас, потому что... Вот чуть-чуть он приотпустил для нашей же пользы. И ты все, и ты уже сам не можешь. Ух, ты вообще сам не можешь. Только по стеночке можешь ходить. Я буквально ходил по стеночке после операции. У меня были такие проблемы с вестибулярным аппаратом. Я не мог передвигаться сам. Ух, как я вот эту... Как полезно пережить эту собственную немощь. Собственную слабость. Когда ты... Как же, я еще вчера был такой здоровый. Что захотел, то и сделал. А сейчас хочешь и не можешь. Ничего, пальцем пошевелить сам не можешь. Как же, это же твой палец. Не твой, ничего твоего вообще на этой земле нет. Даже палец тебе не принадлежит. Вот это все в болезни очень здорово, понимаешь? И вот, это такая же школа. И единственное успокоение – это поклонение Богу. Да, так и есть. Успокоение и... Даже не просто успокоение, а в этом есть смысл жизни. Мы же пришли сюда, чтобы прийти к нему. Знаешь, часто люди говорят, ладно, бери от жизни все. Жизнь одна, живем один раз, живем один раз. Патриарх Кирилл как-то сказал так точно, мне так понравилось. Он сказал, да, действительно, жизнь одна. Мы живем один раз. Только эта жизнь вечная. Вечная жизнь уже начинается здесь, сейчас с нами, на земле. И мы не пишем черновик, жизнь. Сразу пишется чистовик. Вот представьте, что потом исправить будет ничего невозможно. И наша задача просто здесь максимально хорошо подготовиться к встрече с Богом. А да, по сравнению с этим вообще все. Вот поэтому все остальное вообще незаметно. Ты сказала, а есть успокоение. Это удовольствие, это счастье, общение с Богом. Близость, когда ты его знаешь. Правда ведь? И с этим счастьем рядом меркнет настолько все, вот все это внешнее, про что мы говорим. Внешнее удовольствие, комфорт, хорошая недвижимость, которой ты владеешь, зарплата. Может быть, даже высокая зарплата, которую тебе на определенном периоде жизни платят. Слава и дивиденды, те дивиденды, которые она может приносить. Она действительно может приносить человеческие дивиденды, узнаваемость. Где люди по-другому относятся. Тебя гаишник может пару раз отпустить, узнав что-то тебе разрешить. Ну, какие-то ты можешь где-то там, благодаря своей узнаваемости, проще договориться. Ну, самое страшное, когда ты делаешь из себя идола. Один святой говорил, что есть грех, это сделанные поступки. Но иногда грех, это не сделанные поступки. Когда у тебя была возможность сделать добро, а ты его не совершил. Вот я здесь в Чечне, ты знаешь, сколько я здесь нахожусь, я видел. На моих глазах просто Рамзан Ахматович сделал столько добра людям. Вот я буду уезжать отсюда, ты знаешь, я видел его в самых разных проявлениях. Но у меня все равно всегда перед глазами будет, как он раздает детям велосипеды. Вот эти сотни детей, которые бросаются на велосипеды, а он их дарит, велосипеды. Это счастье в детских глазах. Слезы от счастья. И у него такие счастливые глаза от этого, что он может это сделать, подарить детям то, чего он сам в детстве в своем не имел. Это правда счастье. Когда чувствуешь себя, что ты так нужен людям, что ты так можешь им помогать и видеть результаты этой своей помощи каждый день. Это правда счастье. Борис, и напоследок, что бы ты сказал жителям Чеченской Республики? Что бы ты им пожелал? Вы удивительные люди. Правда удивительные люди. Я говорю вы, я обращаюсь сейчас, не вообще ко всем, а к тем, кого я лично знаю. А знаю я уже, что я был в стольких семьях здесь. У меня появилось столько друзей, друзей настоящих с большой буквы, на которых я могу положиться. Мне показалось, что все, что здесь делают люди в Чечне, они делают до конца. Они не могут сделать наполовину. Они целиком отдаются. Дружат, так дружат до конца. Обещают, значит, держат свое слово, до крови будут держать. Воюют, воюют до конца, бесстрашно. Защищают, защищают до конца. Если сказали, что он твой друг, он умрет за тебя. Удивительное качество людей, которые я встречаю здесь, на этой земле. Я все время спрашиваю себя, почему именно чеченский народ через свою такую долгую-долгую историю прошел через столько страданий. И понимаю, что в этом чеченский народ так схож с русским народом. Кому много донос, того много и спрашивается. Кому Всевышний отпустил столько даров, того Всевышний все время, наверное, испытывает. Мы умеем верить по-настоящему, поклоняться Богу, служить друг другу. Мы умеем быть людьми с большой буквы. Умеем. Именно, наверное, поэтому столько испытаний выпадает на нашу долю. Но каждое это испытание делает сильнее, 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 сильнее нас. И здесь чеченцы, которых я знаю, которые стали моими друзьями, я понимаю, что это люди, которые поколениями были воспитаны очень тяжелыми испытаниями. И поэтому они знают цену словам, делам, поступкам. Люди с большой буквы, люди, которые для меня пример того, как надо жить, как надо любить детей, женщин, жизнь, того, как надо относиться к друзьям. Даже пример того, как надо верить в Бога. Хотя мы разные веры. Я христианин, а здесь мои друзья мусульмане. Разная вера. Общие ценности, общие нравственные установки. Очень много общего. Но это разная вера. Но я здесь, у своих друзей мусульман, именно чеченцев, могу поучиться тому, как надо прославлять Бога и как надо в Него верить, как Ему надо любить. Вы удивительные люди. Я бесконечно люблю эту землю. Но я думаю, мы не в последний раз видимся в Чеченской Республике. Я очень на это надеюсь, Ань. Сейчас проект закончится, я уже, ну мы с этого начали, я обязательно сюда вернусь. Хочу приехать сюда с семьей, я хочу показать эту землю самым дорогим людям. И разделить с ними эту красоту, эту радость, эту теплоту и гостеприимство. Хочу, чтобы вот как меня здесь приняли тепло, я хочу, чтобы также моих родных, вот их окунуть в эту теплоту, в эту любовь, в то, как здесь умеют принимать. Будем ждать гостей. Спасибо большое, все, я сразу принимаю приглашение, спасибо. Борис, спасибо за удовольствие от общения, успехов тебе как в личной, так и в профессиональной жизни. И крепкого, конечно, здоровья. Буду поправляться за пожелания успехов в личной жизни, отдельное спасибо, очень нужно. Спасибо, Ася. Ну, а я, Ася Мальцагова, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова